Сегодня 11 октября 2022 года, День Республики Башкортостан. 32 года назад в этот день республика обрела некий суверенитет, что бы это ни значило. Потом был какой-то этап государственного строительства, и даже некоторое время наша республика именовалась государством. У нас была Конституция, по-моему, она и сейчас есть, точно не знаю, но, собственно, не особенно что-то значит она в нашей жизни. Но, тем не менее, это некий исторический момент, который мы вспоминаем и даже отмечаем ежегодно. Какой-то краткий период иллюзии самостоятельности и самоопределения, безусловно, повлиял на самосознание жителей республики. Национальные республики в составе Российской Федерации это все равно нечто иное, нежели просто регион. К ним и отношения и внутри самоопределения, самосознание жителей тоже отличаются от того, что происходит в других просто регионах. Ну, вот так уж получилось. Не знаю, является ли это для вас там праздником или еще чем-то, но, тем не менее, тем, кто празднует, тех я поздравляю с этим праздником. И перейдем к обзору оперативного совещания, которое у нас случилось накануне, вчера в Белом доме. На этот раз организация самого совещания была несколько лучше, чем в предыдущей. Диверсантам из Центра управления регионом удалось отрубить аудиодорожку у дорогого Радия Фаритовича всего лишь на несколько секунд. В прошлый раз это было сильно дольше, но, в общем, пока они держатся. Хабиров в своем вступительном слове опять зачем-то заговорил и запричитал про кампус за 20 миллиардов рублей, которые неведомо когда и неведомо откуда возьмутся. Честно говоря, выглядело это, конечно, достаточно жалко, потому что ощущалось, что дорогому руководителю региона не хватает каких-то существенных успехов, и он начинает ходить кругами. Собственно, Хабиров упомянул о том, что вот эту синюю бочку, купленную у друзей IQ Park, он планирует все-таки запустить в течение 2023 года. Но надо понимать, что федеральный бюджет даже 2022 года закроется уже с дефицитом в 1,3 триллиона рублей. Безусловно, та же самая участь ждет и бюджет Башкортостана, если не в 2022, то в 2023 году точно. Денег на всевозможные подобные забавы становится катастрофически мало, и их точно будет не хватать. Я не знаю, успели ли выхватить свое из этого всего Стрижнев и Сидякин, я имею в виду вот эту синюю бочку на улице Закива-Лиди, получилось ли им все-таки впихнуть невпихуемое и получить из бюджета деньги за покупку вот этого синего домика. Я не знаю, кому вообще это будет нужно, учитывая полную блокаду, технологическую блокаду Российской Федерации, получится ли там вообще вот этот IQ Park и вообще что это будет, ну посмотрим. Мы помним, да, сколько было скандалов вокруг этого здания, помним, сколько там было неопределенностей, знаем, что очень серьезные сомнения вызывала вообще целесообразность покупки этого здания, но сами понимаете, его друзей же покупали. В общем, как-то так. А уж сам-то кампус за 20 миллиардов, это вообще очень-очень большой вопрос. Вообще, вчерашнее совещание было очень коротким, всего 49 минут и абсолютно пустым. Более того, на совещании правительства почему-то не обсуждались вопросы ЖКХ, дорог, дольщиков, прочих вещей, то есть, ну вот каких-то таких вот важных коренных, которые обычно обсуждаются, ну, всю эту ерунду и шелуху решили, значит, отбросить в сторону и говорили об актуальном. Собственно, Хабиров, поздравив вкратце всех с наступающим Днем Республики, сообщил о том, что в этот день у него достаточно плотный график. Кстати говоря, сам Радий Фаритович не выглядел покалеченным и на протяжении понедельника и воскресенья вполне себе бегал на своих двоих. Я не знаю, может быть, он пользуется какими-то мощными анальгетиками, обезболивающими, но не выглядел человек покалеченным, то есть не выглядел человек с потерянным мениском, так что, ну, тут либо очень хорошая медицина, либо что-то, значит, там с информацией не так, хотя Хабиров признал свою травму на хоккее. Так вот, 11 октября у Хабирова плотный график, по крайней мере, в первой половине дня. С самого утра он планирует возложить цветы к памятнику Салавата Юлаева, все-таки, как родоначальнику башкирской независимости. Далее в 12 часов он будет открывать памятник Шеймуратову на Советской площади. И, наконец-то, вчера ночью он уже наведался туда и пофоткался, значит, с супругой в этой колоннаде. Ну, как говорится, история расставит все по своим местам. Сам архитектурный комплекс, который там воздвигнут, конечно, вызывает массу вопросов. Празднество, связанное с открытием памятника Шеймуратову, существенным образом урезано, отменены гуляния, отменены салюты, световые шоу и прочее, прочее, прочее. В общем, праздничек такой будет по укороченной программе. Ну и в 15.00, естественно, случится в правительстве банкет и танцы на одной ноге. Будут, значит, собираться, праздновать, выпивать и закусывать. Первым вопросом оперативки по расписанию у нас теперь обязательно доклад о работе волонтерского штаба по помощи семьям мобилизованных. Главарь исполкома «Единой России» Руслан Насреддинов доложил о проделанной титанической работе за минувшую неделю. Штаб волонтеров на базе партии «Единая Россия» за неделю принял 952 звонка от жителей. В среднем, получается, 136 звонков в день. Я не знаю, сколько у них там в колл-центре народу работает, но 136 звонков в день – это очень немного, даже на 3-5 человек. Как сказал господин Насреддинов, в основном звонки были по поводу оказания помощи мобилизованным и сбору отправки этих посылок туда по местам дислокации и слаживания. Также партия «Единая Россия» за минувший период совершила три титанических подвига. Они накололи дрова жене мобилизованного, убрались во дворе у матери мобилизованного и разгрузили сено для семьи мобилизованного. То есть вот три подвига «Единой России». Жалко, правда, что господин Насреддинов не упомянул о том, какие денежные средства и сколько миллиардов рублей. Запросил исполком «Единой России» на вот эти все подвиги, это все нужно финансировать. Мы знаем, что партия «Единая Россия» даже от мухи не отмахнется бесплатно. Соответственно, я боюсь представить, какие государственные и окологосударственные средства были затрачены на эти три подвига, которые совершила партия. Второй вопрос оперативного совещания Хабиров озаглавил весьма необычно. Елена Анатольевна, кратко, что эта неделя? Господа Прочаковская в привычной манере сообщила нам о том, что приоритеты проблем жителей Республики Башкортостан сложились на минувшей неделе в следующем порядке. На первом месте проблема ЖКХ, на втором мобилизация, далее благоустройство, четвертое место социальное обслуживание, потом дороги, медицина, на седьмом месте проблемы транспорта, на восьмом месте образование, на девятом строительство и замыкает десятку главных вопросов и проблем жителей Башкортостана, проблемы с мусором и свалками. Комментируя проблемы с ЖКХ, Прочаковская сделала просто вопиющее заявление. Она сказала... Три дня давали тепло в сентябре. Напоминаем, что по закону, если давали в сентябре даже три дня, за полный месяц платим, но затем в мае, если будут топить целый месяц, уже платить за отопление в мае не будут. Таков федеральный закон. Само собой понятно, что в мае Башкортост отопливать квартиры не будет, даже если будет стоять лютый мороз, потому что за это никто не будет платить. Но потом в мае у нас редко бывает лютый мороз, и действительно отопление уже отключают в 99 случаях из 100. И вообще кто-нибудь, кто-нибудь, я вот прямо вопию в пустыне, выгоните эту торговку занавесками из Белого дома. На самом деле это все не так. Вот Елена Прочаковская, вольно или невольно, сеет панику и возмущение у населения, которое и без того находится в состоянии тревоги, и без того возмущено тем, как устроено у них все вот это вот с ЖКХ. На самом деле все по-другому. На самом деле так. Вот слушайте внимательно. Если в доме установлен прибор индивидуального учета тепла, то жители даже в сентябре за три дня заплатят по факту, вот сколько гигакалорий вошло в этот прибор индивидуального учета, столько они оплатят там пропорционально на квартиры и так далее. А если вот этого учета нет, если прибора, индивидуального прибора учета нет, вот тогда да, они заплатят по нормативу. Но таких домов только 30%. Я не знаю, зачем Прочаковская сеет эту панику и кого она там хочет напугать. По-моему, она просто действительно реально некомпетентный человек. И вот вслед за Мурзоголовым, которого теперь значит след простыл, теперь главный ущерб для имиджа и вообще вот панику в народе от имени Белого дома сеет теперь Прочаковская. Радий Фаридович, ну правда, отправьте ее, дайте ей там, не знаю, три фуры мануфактуры, там какого-нибудь Ишимбайского трикотажа и отправьте ее обратно в Красногорск торговать этим всем. Вот оно правда будет лучше. Вообще, мы готовы ей даже подарить эту мануфактуру и трикотаж, но только вот уберите ее, ну правда, вред же один. А еще мадам Прочаковская напомнила о наличии большого количества фейковых страниц от имени Хабирова, и попросила жителей не писать на них жалобы, ну там, обращения и прочее, прочее. А то, дескать, ей трудно разобраться, и она не знает где чего, и может что-нибудь пропустить, и так далее, и так далее. Просим обратить внимание жителей на недостоверную информацию и на страницах, которые без галочки, не размещать комментарии с просьбами теми или иными. К сожалению, мы их можем не увидеть. Я открою страшную военную тайну. Как человек, не склонный помогать всей вот этой вот команде Хэ, я не могу удержаться и все-таки дам совет. Елена Анатольевна, милая, есть такой механизм, как блокировка фейковых страниц. И вы от имени Хабирова, либо его уполномоченные лица вполне могут это делать. Вам достаточно только отследить эти фейковые страницы и потребовать от соцсетей их закрыть. И соцсети, кстати, их закрывают. То есть, если уж вы вот так ратуете за прямую связь с населением, и чтобы все это было качественно и, как говорится, работало. А вот сидеть и жаловаться и просить жителей там разбираться в том, в чем на самом деле должны разбираться вы, ну, это поменьше мере глупость, а вообще-то наглость. Слегка поговорили и о ковиде на оперативке, но прям, скажем так, вот очень уж слегка. Общее количество заболевших, по данным заместителю министра здравоохранения Рахматулина Азата Салаватовича, составило 324 105 человек. Это вообще за все два года эпидемии. В больницах на данный момент 254 человека. Это на 26 больше, чем на прошлой неделе. Для амбулаторной лечится 4145 человек. Это на 354 больше, чем на прошлой неделе. Свободных коек стало 580, из них 26% свободно. Вот эта цифра не бьется у господина Рахматулина. Ну, мы уже привыкли к тому, что сводки по заболеваемости не имеют ничего общего с арифметической точностью. Вакцинация в Башкирии практически остановилась. На данный момент заявлено о 3 миллионах 132 тысячах 770 вакцинированных в Башкирии. Эта цифра от недели к неделе практически не меняется. Общий вывод, который сделали по поводу эпидемии, на фоне мобилизации эпидемия пошла на спад. Как сказал Радий Фаритович, пошло снижение, и слава богу. Далее поговорили о любимом форумах, выставках и прочих плясках с бубнами. Доклад был аж о двух форумах. «Золотая осень», которая прошла в Москве, это там, где Хабиров играл в хоккей, и «Лехпром-2022». По поводу «Золотой осени» рассказывал именинник, уже такой хронический именинник всех последних оперативок, Фазрахманов Ильшат Ильдусович, министр сельского хозяйства, который опять доложил о том, что мы собрали 5 миллионов 117 тысяч тонн зерновых, правда, их нам некуда девать, негде хранить и негде перерабатывать, но это не беда. Форум «Золотая осень» прошел почему-то в Москве, в Подмосковье, в парке «Патриот». У нас теперь все будет, видимо, проходить в парке «Патриот». Также Фазрахманов сообщил нам о том, что на будущий год все-таки планируется, наконец-то, провести в Башкирии форум «Опимет». Он никак не проводится уже третий год, но все время меняет название. Теперь он называется «Опимет». Может быть, будет называться. А также Фазрахманов отчитался о том, что он на этом форуме «Золотая осень» заполучил 118 медалей в пользу Республики Башкортостан и даже Гран-при. Из деловых новостей форума Фазрахманов упомянул о том, что он договорился о том, что в Башкирии будет осуществляться сборка тракторов Минского тракторного завода. Ну, собственно, вот вкратце то, чего они там почерпнули на этой «Золотой осени». Они-то, конечно, как говорится, там скучно развлекались, в хоккей не играли, но зато все целыми остались. Существенно менее масштабным был доклад со-докладчика по этому вопросу. Шильдеев Александр Николаевич, который рассказал про нашу местечковую выставку «Лехпром-2022», она прошла у нас в Уфе на ВДНХ. Очевидцы говорят о том, что это было крайне убогое зрелище, но, естественно, Шильдеев не мог об этом так заявить, и ему пришлось рассказывать в таких превосходных выражениях о том, как все было здорово, как 64 организации туда пришло. Показали 3D-принтер, представляете, 3D-принтер. 2022 год, напомню, на дворе. Прошел конкурс школьной формы, а также выставка военной формы. Ну, куда деваться? «Лехпром» у нас теперь будет, видимо, работать на нужды фронта. И, собственно, вот весь доклад Шильдеева, прямо скажем так, слабенький. Завершили оперативное совещание докладом о международном и межрегиональном сотрудничестве сферы культуры. Звучало прямо грандиозно. Доклад делала Амина Ивниевна Шафикова на чисто башкирском языке. Давненько мы вот такого экзорсиса не видели на этой оперативке. Помнится, Барданов любил по-башкирски докладывать, чтобы никто ничего не понял. Тараторил он быстро с зауральским акцентом и очень-очень, значит, торопился всегда. Шафикова тоже решила выступить на башкирском языке, чтобы, как говорится, никто не смеялся. Но, тем не менее, мы все-таки тоже не лакомшито и субтитры читать умеем. Агитбригады была, пожалуй, центральной темой в докладе Шафиковой. Так вот, эти агитбригады выступят в местах слаживания наших башкирских мобилизованных в Казани, Саратове, Пензе, Вольске и Елане 11 октября в День Республики. Ну, вольно или невольно, госпожа Шафикова выдала стратегическую информацию о дислокации войск Министерства обороны. Ну, ладно, возможно, ей не предъявят за это обвинение в государственной измене, но, в общем, она выдала, где что находится, как говорится, вот так. Также в Луганске по планам межрегионального сотрудничества выступит ансамбль имени Файзи Гаскарова. И вот тут Шафикова вольно или невольно проговорилась о том уровне международного и межрегионального сотрудничества, который был до специальной военной операции, который ждет теперь нас после и в течение этой специальной военной операции. В 2021 году вот этот вот ансамбль имени Файзи Гаскарова посетил 50 регионов Российской Федерации, больше половины, и побывал в пяти странах за рубежом. А вот в этом 2022 году будет только пять поездок по Российской Федерации. И то это будет Донецк, Луганск, а еще будет одна заграничная поездка в Беларусь. Вот так вот. То есть налицо полное проседание культурной активности и в том числе для ведущих коллективов республики, что неизбежно скажется на качестве их работы и на качестве их искусства. Деваться от этого некуда. Чем уж тут начала гордиться госпожа Шафикова, я не понимаю, но тем не менее. Хотя мы помним, да, у нее там на носу региональная программа на 40 миллиардов рублей. В общем, есть ей чем заниматься и что ей там эти песни и пляски. Обрисовала госпожа Шафикова нам и ближайшие перспективы башкирской культуры и выглядят они очень-очень характерно. То есть вот прямо это зеркало времени. А именно, нам Амина Ивнин рассказала, что в ГКЗ Башкортостан пройдет фестиваль таджикской музыки. Случится у нас конкурс «Время героев». Сотрудничество будет организовано между музеями Республики Башкортостан и музеями Донецкой Народной Республики. Будет также налаживаться сотрудничество с Центром Народного Творчества Белоруссия, сотрудничество между библиотеками Республики Башкортостан и Узбекистана, а также конференция произойдет в ближайшее время под названием «Мир без нацизма». Ну и, естественно, Сабантуи, Сабантуи, Шеймуратов, Шеймуратов, Сабантуи, Шеймуратов. Вот примерно так будет выглядеть культурное пространство Республики Башкортостан, которое мы получаем в итоге всех политических и экономических событий, которые нас сейчас в данный момент окружают. И хотелось заметить, что сфера науки и искусства особенно уязвимы вот в таких ситуациях, когда государство становится раком, когда оно начинает упираться рогами в землю и чего-то там доказывать окружающему миру, первыми страдают люди искусства, люди науки, вот те, кто наиболее уязвим, кто наиболее зависим, а уж наши-то зависимы, как говорится, сверху донизу. Завершил оперативное совещание Хабиров и вовсе каким-то очень странным образом. Он опять вернулся к тому, что всем желаю, 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 и в частности он пожелал всем веры в президента Путина. То есть очевидно и для меня, и для многих, что вот этот патернализм глав и чиновников, он, собственно, ничем нас не удивляет, это не внезапно случилось, но он перешел в некую уже религиозную фазу. То есть я так полагаю, что и сам Хабиров исключительно верит в Путина. То есть он не понимает, что Путин все делает правильно, он не анализирует, что там, как все происходит, он просто верит. Вот в то, что нельзя проверить, нужно верить. Это такая простая истина, если вам хочется, конечно, верить. Это вот религиозный подход к власти, религиозный подход к управлению страной, он все больше и больше у нас проявляется, при том, что сам Путин, например, наличие Бога-то отрицает. Вот в этой своей речи 30 сентября он совершенно отчетливо сказал, что руководствуется судьбой, руководствуется историей, но никак не руководствуется какими-то там божественными провиденческими моментами. Соответственно, у Хабирова выработалось вот это вот религиозное отношение к Путину, и он его начинает нам теперь транслировать. Ну, может быть, не всем жителям это удастся вложить в голову, но, по крайней мере, своим-то подчиненным он точно это заколачивает в голову. я сталкивался лично с тем, что вот когда начинаешь вроде с умным человеком говорить, работает в правительстве и пост занимает существенный, если не сказать, что руководящий, и вдруг ты понимаешь, что этот человек просто верит в правильность того, что им сказано делать и что он собственно сам делает. Я иногда удивляюсь, то есть при том, что, повторюсь, человек интеллектуально полноценен, вполне себе образован, но при этом у него слепая какая-то средневековая вера ни на чем не основанная. Задаешь вопросы, ну, а почему вы так уверены? А вот верю и все. Вот, правда, это очень меня тревожит, потому что, знаете ли, не равен час, а кажется, что все это не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова